всем привет друзья вы на канале gadget page и сегодня у меня на обзоре мощнейший tv-box мультимедиа-центр от бренда be link это новая серьезная модель под названием gs king x с возможностью подключения двух жестких дисков общим объемом до 32 терабайт в обзоре я расскажу об особенностях и возможностях устройства а также проведу некоторые тесты перед началом хочу пригласить вас подписаться на нашу группу вконтакте где мы публикуем посты с фотографиями новых гаджетов из первых рук а также даем обратную связь по вашим вопросам название странички вы сейчас можете видеть на своем экране и также ссылку на группу вы найдете в описании и так tv-box поставляется в довольно габаритной фирменной коробке в форме куба на передней стороне есть расшифровка названия модели и логотип а сзади таблица со списком характеристик приставки внутри большую часть пространства занимает само устройство и рядом есть небольшая отдельная коробка с комплектом поставки здесь лежит пульт управления приставкой это удобная довольно распространенная модель которую можно встретить и в комплекте с другими приставками от be link пульт небольшой без цифрового блока в нем есть микрофон для использования голосового поиска и функция аэромыши работает он на 2 3а батарейках и также под задней крышкой лежит usb приемник для его подключения далее в комплекте лежит довольно массивный блок питания на 19 вольт 3 ампера так как стандартного питания для подключения двух жестких дисков не хватит также в комплекте стандартный hdmi кабель и специальные крепления кронштейны для жестких дисков они должны прикручиваться к боковым граням носителей и удобно заезжать и фиксироваться внутри корпуса приставки далее в комплекте пара памяток об обновлении системы и технической поддержки и micro sd карточка памяти с объемом 8 гигабайт и это не просто пустая карточка в подарок на нее загружена кора елек для запуска приставки на другой операционной системе кора елек это дистрибутив linux основанный на технологии коди если вкратце то это шустрая и очень удобная система оболочка где нет ничего лишнего она создана для просмотра медиафайлов поддерживаемых устройством и удобной работе с ними у нее собственные утилиты и так называемые плагины с разными функциями для просмотра онлайн контента запуск android софта через а пока файлы или любым другим способом здесь не поддерживается использование этой системы конечно же не обязательно так что эта флешка с ней скорее просто как приятный бонус расширяющий варианты использования возможности устройства теперь переходим к самой приставки корпус довольно объемный кроме передней и задней панели он полностью выполнен из металла вес приставки чуть больше одного килограмма сверху отверстие охлаждения форме букв названия модели снизу резиновые противоскользящие ножки по бокам также вентиляционное отверстие те что снизу для охлаждения внутренних компонентов приставки а повыше для жестких дисков спереди глянцевая черная панель и на ней традиционный для билинг приставок фирменный череп с яркими глазами который при работе устройства светится синим или зеленым цветом снизу в ряд кнопка питания 2 usb 2.0 разъема слот под micro sd карточку памяти инфракрасный приемник остальные разъемы интерфейс располагаются на задней стороне корпуса в верхнем ряду здесь трех с половиной миллиметровый аудио разъем далее rca выход на левый и правый канал и рядом симметричный аудио выход также на левый и правый каналы с таким набором приставка может использоваться как полноценная hi-fi аудиосистема в нижнем ряду с разъемами вход для провода питания avi выход hdmi разъем 2 usb 3.0 слота spdf оптический аудио выход и гигабитный lan разъем также на задней стороне сверху резиновый язычок и под ним информация о том что для установки жестких дисков эту панельку нужно снять она прикручена четырьмя маленькими винтиками по углам под ней пустое пространство для установки трех с половиной дюймовых жестких дисков и в глубине виднеется sata интерфейс для каждого из носителей поддерживаются диски объемом до 16 терабайт и с ними приставка может работать как нас сервер на приставке стоит 9 android пай все выглядит и работает так же как и на других тв-боксах от билинг предустановлен стандартный набор приложений есть браузер пара медиаплееров файловый менеджер установщик apk файлов приложение мирокаст полноценный play market и еще один магазин приложений где есть тв-версии различных программ включая youtube айпи тв-приложения и другие также на приставке установлено полное руководство к приложению вилайн для смартфона оно нужно если вы будете использовать приставку с установленными жесткими дисками как нас сервер здесь все подробно расписано как это работает как настроить и для чего нужен каждый пункт приложений в настройках приставки все стандартно эти базовые параметры персонализации где вы можете настроить время выбрать язык подключиться к интернету или сделать hard резет системных настройках есть параметры изображения где также все довольно стандартно можно изменить разрешение экрана положение и поменять настройки hdr to sdr и наоборот также есть параметры hdmi sec и настройки звука и можно выбрать один из четырех аудиовыходов и включить эффекты объемного звука которых здесь 7 это все можно полноценно использовать с премиальной акустикой благодаря встроенному в приставку профессиональному аудио чипа высокого класса что касается остального железа в приставке установлен процессор amlogic с 922xh с четырьмя ядрами cortex a73 до 1.8 гигагерц и двумя ядрами cortex a53 частотой 1.9 гигагерц графический процессор здесь mali g52 mp4 его частота 846 мегагерц также в системе установлена 4 гигабайта оперативной памяти lp ddr4 и 64 гигабайта flash e-mmc памяти еще внутри качественный звуковой тракт который построен на dac es9018 saber на 32 бита и усилитель rt 6862 рекор есть поддержка dolby и dts 7.1 все это позволяет использовать приставку как полноценную hi-fi аудио систему из беспроводной связи здесь двухдиапазонный wi-fi и bluetooth 4.1 производительность тестировалась в 3d марки на сцене slingshot extreme здесь нужен open gl es 3.1 который у приставки есть сцена воспроизводилась заметными тормозами и частота кадров не превышала 7 fps итоговый результат составил 1171 балл что довольно много если сравнивать с другими тв приставками в деле и с тяжелыми играми у приставки все хорошо установленный для теста real racing работает стабильно без тормозов и на высоких настройках онлайн-шутер pubg также отлично идет без каких-либо проблем подключайте совместимый геймпад и приставка с легкостью выступит в роли развлекательного центра куда можно закачать почти любую игру из плей-маркета с воспроизведением контента также никаких проблем видео выход поддерживает 4к 60 fps видео и hdr как онлайн так и оффлайн контент с носителей воспроизводится стабильно и никаких зависаний или ошибок замечено не было поддерживаются почти все известные аудио и видео форматы и кодеки как итог про устройство можно сказать что это высокопроизводительный мультимедиа центр 3 в 1 ведь помимо функционала тв приставки вы можете использовать его как нас сервер с объемом памяти до 32 терабайт или как hi-fi аудио систему для прослушивания музыки эта модель неслабо отличается от того что белинк выпускал раньше здесь мы получили по-настоящему короля приставок с широчайшим набором возможностей тв-бокс имеет высокую производительность и огромный потенциал функционального медиа-центра с возможностью установки жестких дисков для создания огромного хранилища контента или превращение его в нас сервер цена на устройство тоже весьма серьезная но более чем оправданная это далеко не бюджетный тв-бокс но его функционал и возможности в какой-то степени уникальны и выводит устройство в более высокую категорию где еще нет достойных конкурентов или аналогов на момент выхода обзора цена на приставку варьируется от 230 до 300 долларов ссылки где можно заказать устройство и посмотреть цену вы найдете под обзором а на нашем сайте gadget page.ru вас всегда ждут самые свежие и сочные новости из мира технологий а также подробные обзоры разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса не забывайте подписываться на наш канал нажимать колокольчик и ставить лайк если обзор вам нравится всем спасибо за просмотр всем пока а